В переулке рабочим разъехаться нельзя ни днем, ни ночью. Пока владелец транспорта на работе, его парковочную зону верно охраняет лягушка. Вечером на проезжей части выстраивается автомобильный ряд. И то, что дорога и так узкая, автовладельцев ничуть не смущает. В итоге они мешают проезду не только личного, но и социального транспорта. Скорая-скорая сдавала вот до сюда. От нашего переулка вот туда сдавала. 200 метров она сдавала задом. Для того, чтобы пропустить сверху идущие машины. Только потому, что она не может уйти вправо. Потому что вправо везде стоят так называемые лягушки. Вот и все. То же самое, бог пожарный. Что пожарный будет? Пока не доедет, все зарит. По словам специалистов, причина нашествия лягушек кроется в незаконном строительстве. К примеру, в данном случае на участке ИЖС возник многоэтажный дом. Построен он по границе красных линий. То есть в целях экономии парковки и тротуар застройщик в принципе не предусматривал. Отсюда и борьба за место для машины. Однако это не оправдывает автовладельца. Самовольное установление парковочных ограничений относится к категории административных правонарушений. Ответственность за которые предусмотрена статья 19.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Граждане, которые самовольно устанавливают парковочные ограничения, без каких-либо разрешений привлекаются к административной ответственности в виде штрафа. Конструкции наносят ущерб муниципальной собственности, то есть дороге и подлежат обязательному демонтажу. Способствовать ускорению процесса будет администрация города. Смета уже готова. Материалы по всем случаям установки незаконных ограничителей в скором времени будут направлены в УВД и в суд для взыскания ущерба. С нами планируется направить письмо в адрес городской комиссии по безопасности дорожного движения с просьбой установить знак 327, запрещающий остановку транспорта и естественно информационной табличке «Работает эвакуатор». В отношении ряда улиц такое решение уже принято, поэтому сочинцам, которые самовольно устанавливают ограничители, советуют не терять времени и искать альтернативное законное место для парковки. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ